всем привет давно ничего не записывал сегодня какой у нас 28 апреля 20 год сегодня мы маленько поработали веслоноса отсаживали на продажу так садок квадратов 150 веслонос был посажен года два назад средняя навеска 5 килограмм садок сороковка наверно глубина метра два с половиной три нанесение глубокий такой так посадили мы на этот садок 250 голов сейчас где-то плюс-минус за два года маленький отход был мы сейчас там голов на двести тридцать пять лет она я не пересчитывал все мне как бы не было главной идеи смысл в том что нужно споднять садок подрезать рыбу садок поднимается шарами проще всего это сделать будем отбирать в товар веслонос потому что рыба такая новая для рынка когда дорастет большая масса и потом вывалить на рынок сложно будет поэтому немножко надо приучать народ вот подрезали мы садок шарами все сильную рыбу зажимать нельзя я уже много раз рассказывал рыба с активным дыханием дышу плыву становился но не сдох конечно но нехорошо поэтому сильно зажимать нельзя но рыба средним весом где-то на килограмм 10 где-то в этом районе мне чтобы понять картинку как бы без узи знаю что сейчас 8 годовики веслоноса весной будут с этим каком там жемчужная сыпь самцы то есть готовы будут можем без узи особо их отбирать но все-таки так для самоуспокоения для понимания картины что мы восьмой год там какая картинка по самкам честно говоря больше интересно было мой узи шка стандартная акувиста так ну сейчас будем доставать смотреть принципе там после пары веслоноса все прекрасно было понятно но я так маленько показываю стол вот деле вы специальность рыба не травмировалась все достаем смотрим жемчужная сыпь самец но проверим не то что проверим просто глянуть что да как самец единственного то все это в товар уходит у нас отсаживаем другой садок единственное в чем веслоноса конечно смотреть не то что сложного по сути тоже даже не по особенно даже правильное слово не знаю как подобрать немножко по-другому если у нас конечно визуализируется во первых он очень жирный его лучше смотреть после голодовки лучше весной камеш картинка более четкая это вот сейчас смотрел сама конечно жирные там ганаты или проглядывается сейчас озвучку сегодня слышим по моему это тоже самец а нет самочка все пардонте самочка самочек возвращаем обратно самцы будут уходить на весь садок не перелопатил так маленько убрать во первых нужно их убрать как я говорил чтобы маленький народ знал эту рыбу и нужно разрядить все-таки картинки глянем ну скорее всего раз я щупаю на часами по съемке тоже извините ляюсь потому что что-то не поставил настройки камер стоял на обувь и потом все желтизмой в принципе в садке даже так видно где самцы где самки в основном самцов хорошо видно маленькая не меньше конечно сейчас вот опять повернуть жемчужного сыр сами то есть принципе очень быстро можно понять где они что они они очень уже видно что это самцы но все же времени не было честно говоря да и задание такого не было сейчас нарисовали себе это задание вот будем отбраковывать ну вот восьми годовики мы на грессе стоим садках восьми годовики они у нас это самочка самочка вот эти вот хорошие самочки более-менее они у нас самки на второй стадии я сколько смотрел одна была там черная картинка так и не понял ну было бы и краю я бы увидел даже на третьей стадии значит просто жир чему я вернусь все-таки что смотреть их сложно поэтому нужно смотреть после голодания у нас температуры маленько повышенные я вот как-то много раз разговариваю группа нашего рыбоводов отца почему садковый слонос он выглядит совершенно по другому мало кто его хочет выращивать садках немножко ситуация такая интересная в прудах вот в караганде зарабляли весла носом это плотности были конечно небольшие но и рост был зарабляли 7 килограмм максимально у меня набирал за сезон почти четыре с половиной по 5 килограмм рыба то есть 7 килограмм садилась вы доставали почти 12 там получается сезон на гула хоть и короткий с мая по октябрь-ноябрь но смысл в том что там огромная биомасса зоопланктона была потому что я уже рассказывал много раз ну для канала повторю потому что иногда проще потом этот ролик скинуть как и ответ на все вопросы мы зарабляли вот я взвешиваю так гирка на 24 килограмма но это где-то десяточка вроде на камеру маленькие так торпеды то тоже не слабеньким десятка в нем есть и этот в прудах возвращаемся в прудах мы зарабляли с мая по октябрь удобряли пивной бордой очень хорошую дает вспышку дафни и прям вода коричнева становится биомасса дафни доходил до 3 до 3 грамм на литр не на куб на литр но норматив удобрения был 10 тонн гектар пивной борды то есть 5 гектарный пруд я удобрял 45 50 тонн пивной борды вносится по урезу воды а то мало ли много у нас экспериментаторов то есть нужно обязательно малыми кучками разбросать по урезу воды по по всему объем максимально разнести и этот дав не развивается и вот набор был максимально рыбка набрала почти пять килограмм то есть среднем она набирала за этот короткий сезон с мая по октябрь где-то в среднем набирала три с половиной четыре килограмма здесь же у нас садках набирает вот я кстати узи уже ложу потому что как бы ну нет смысла вообще я так вижу что я отбираю что я рассказывал а здесь же у нас картина другая в прудах он получается нагуливается и зимовка происходит пусть даже полгода но она происходит при температуре полтора от двух до пол градуса то есть он не теряет массу так интенсивно потому что я рассказал что рыба с активным дыханием то есть постоянно плавать он не останавливается вообще этот рыба то есть энергозатрата у него достаточно высокие поэтому в прудах на этих низких температурах он принципе весной практически ничего не теряет массе и поросятки очень хорошие здесь же в садках картина другая до планктон здесь раньше появляется он с апреля идет эта самочка вот я возвращаю он идет с апреля по также октябрь маленькая даже бывает в ноябре бывает но в любом случае зимой вот они маленького завалились и подрезал что вроде как температура 14 градусов но под завалились ой 14 что вам рассказывают температура 11 здесь же температура температурный режим иной планктона меньше поэтому получается так что у нас зимовка плюс-минус также идет где-то с ноября по март правда чуть короче ухо самочка красавица 15 на 14 но здесь зимой температура от 4 до 7 градусов то есть повышенные а планктона практически нет если то что есть это ну в основном циклоп поэтому как бы он худеет и такое вот наблюдение что у нас этот садок он сидит после форели по течению после форели зимой и вот видно что рыба упитанная очень хорошая упитанная до этого я пересчитывал другую рыбу там маленько подальше тоже не особо далеко как бы тот же течение тот же репост тоже россия но то рыба в год набирает килограмм иногда два а это кило полтора на в год набирает а это два с половиной метра за год набрала легко я так думаю что за счет того что во первых она первая на течение стоит это во первых и во вторых она стоит после форели я так думаю мы что-то достает доставалось но не то что даже столько корм как любом случае корм умывается питательные компоненты идут какой-то экскременты форели я так думаю потому что рыба совершенно другая но прям отличается то есть как бы тоже интересное наблюдение сейчас будем об этом думать но я уже маленько почерпаю потому что все руки забились ну и в принципе просто будем сейчас раскидывать интересно также опять-таки наблюдение вот сейчас уже видите рыба вся опустилась него просто щупа уже и говорю куда что раскидывать интересное наблюдение все самки завалились сейчас температура где-то 11 12 градусов вот я сейчас но то что мы сейчас происходит рассадка для веса носу ну не знаю многие ругают что рыба очень такая нежная я бы так не сказал честно говоря если правильно работать то вполне технологичная рыба тем более при не при ее выращивании затрат ну минимум этот садок посадили два года и никто к нему не подходит вообще не сортировки ничего не мытье никто к нему не шитье ничего не подходит единственно в этот садок обязательно нужно посадить карпа даже не столько амура как карпа потому что амур лентяй амур лентяй амур лентяй он начнет питаться после 20 чисел мая и закончит в сентябре карп трудяга вообще трудяга карп он все обрастания садков обшелушивает постоянно у них копается он не ест это вот заблуждение мне все рассказывают что карпа показывать травоядный не знаю честно говоря прям в шоке он не травоядный он по факту ковыряется в этих колониях которые обрастают планктоном фитопланктон там нечатки всякие ну остальные водоросли он просто в них копается ища в нем бентос в основном это мотыль в нем очень много мотыля поэтому по факту к нему в пищевой комок попадают эти водоросли и все и не более а вот эти все сказки что оказывается карп травоядный ну это вообще конечно нечто то есть обязательно на этот садок 150 квадратов ну надо посадить голов 30 карпа все садок был чистый водообмен шикарный 4 с перепугу двоих сразу схватил это сильный маху самец товар это что-то я не помню уже так что я тут рассказывал наверное я уже все рассказал а наблюдение все самцы и плавали сверху самки все завалились на дно интересно такая тенденция и мы сначала начали ловить самцы 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 думаю ничего себе весит садок самцов оказывается просто самцы немножко по видимо по активнее и что затраты не знаю у них какие-то другие все самки будут снизу и вот сейчас дальше будет видео буду поднимать уже не буду дальше ничего рассказывать потому что лекция подходит концу и к чему то есть мы сейчас спокойно отсадим этих рыб ничего страшного работали мы на минут сорок наверное вообще без проблем отхода не будет после этой пересадки вообще 0 никакой единственно потом надо будет вот мы сейчас рыбу зажали масса то серьезный там рыба сидит и и потом надо будет с углов поднять просто выкинуть и спокойно она будет дальше плавать и никакого отхода не будет дальше еще на канале скорее уверен фильм уже снят надо его смонтировать по мальку весоноса не по мальку а по получению там тоже коротенький он такой ничего особо интересного на любом случае если мало ли может кому-то нужен будет малек весоноса принципе будем воспроизводить также если товарный в принципе есть в наличии там если нужно будет контакта потом оставлю ну все всем спасибо до свидания остальное просто оставлюсь музыкальным сопровождением как и на этом алис села пакетова музыкальный сопровождении по мне музыкальный сопровождение по мне Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok